Всем привет! Начиная этими словами очередной выпуск итогов недели, так и хочется продолжить их в духе Виртгеймс анонсировали новую фракцию в Малифо. Мантик выпускает новую линейку миниатюр в Kings of War. Кул Минионод закрыли 90% всех своих проектов как приносящие убытки. Но приходит Геймс Воркшоп и разрушает всю эту идиллию, аккумулируя всё, что и только можно в своей сфере деятельности. Ну, может за исключением закрытия убыточных проектов. Вот и сейчас англичане не подкачали. На проходящем Лас-Вегас Оупен они выдали целую обойму новостей. С них и начнём! Судя по всему, февраль и, скорее всего, март будет богат на ксенокодексы. Некроны, Тау, Друкари. Поклонники этих фракций могут начинать бить в барабаны. Выходящие в скором времени кодексы принесут им новые стратегемы, фракционные способности, психосилы и юниты. А если так, то и новые модели. И тут мы плавно переходим к ещё одной новости. Упомянутые некроны получат подкрепление в виде нового криптека. Причём он, по заверениям разработчиков, далеко не последний пластиковый солдатик в свежем анонсе. Перепало и тем, чьи кодексы ещё далеки от обновления. Имперские рыцари получат младшего брата в лице, рыцаря Армигера. В отличие от его высокорождённых собратьев, этим механизмом управляют пилоты с родословной попроще. Зачастую простые бастарды именитых баронов и королей. Но боевых возможностей этого мини-рыцаря это нисколько не умаляет, предоставляя ему место на плангах полей сражений для поддержки старших братьев. Вторая линейка варгеймов от Games Workshop тоже получила свою долю релизов. Следом за отпрысками Моготкина и легионами Нагаша в припрыжку бегут дочери Каина, держа под мышкой свой собственный батл-том. Во главе этих слегка поехавших религиозных фанатичек – разлюбезная Марати. Слава которой идёт далеко впереди неё. А вот босоногие парни с огненно-рыжими бородами спешат в город разбитых зеркал и заключённых в них душ. Да-да, Шейдспайр ждёт нашествия Файерслейеров. Коротышки эти хоть и несколько медлительны, но если подойдут, добром этот разговор тет-а-тет точно не закончится. За собой, естественно, они потянуты свежие карты, которые могут быть с лёгкостью использованы в других ваших бандах. Приоткрыли завесу тайны и на глобальную кампанию Dreadsoulstice, проходящую в ходе зловещих предзнаменований в мире века Сигмара. Состоять она будет из трёх глав, каждая из которых будет длиться по две недели. Итого шесть недель на всё про всё. И начнётся всё это мракобесие 15 февраля. То есть уже совсем скоро. Поспешите докрасить свои миниатюры и на низкий старт перед ближайшим хобби-центром. Как известно, Games Workshop любит допиливать правила кодекса и батлтомы уже в процессе их активного использования игроками. И вот что грозит веку Сигмара в этом году. Время выхода больших факов определено на январь и июль. Раньше можно не ждать. Точно. А вот эраты для батлтомов будут выходить буквально сразу, вдогонку, без задержек. Ну и General Handbook радовать игроков будут ежегодно. Не чаще. На этом новости по вселенной Вархаммера не оканчиваются. Как известно, Wargame этот оккупировал все виды медиа-развлечений. Ну, может, за исключением больших экранов. Пару недоразумений мы же не будем считать за действительно уверенный выход на поле. А вот в Игрострое там грядки прямо-таки источают зеленые бумажки. А потому наиболее успешные проекты обзаводятся продолжениями. Недавний Total War тому пример. Успешным посчитали и Battlefleet Gothic Armada. Потому вторая ее часть с гордостью анонсирована. А вместе с ней и флот Некрон. Ну что ж, видимо, давняя мечта некоторых убить всех человеков скоро обретет возможность стать реальностью. Вот такой поток хороших новостей от Games Workshop. А теперь хорошие новости для подписчиков сайта The Station. Что посмотреть на неделе? Начнем со спектакля «Четверо» и «Хаммерхолл», в котором ведомый игроками Капитан Боль с Кинг Добби, Ассасин Палом и Мах Пахом ворвутся на стол для геноцида понаехавших в сей прекрасный город. После чего, немного отмокнув в горячей ванне, приступим к покраске бравого Нурглита, в которой нам поможет мах кистей и красок Никита. Сей выпуск будет полезен не только тем, кто увлекается покраской миниатюр, но и вновь прибывшим в стан хоббистов. Все максимально просто и доходчиво. Ровно так, чтобы вы могли без всяких трудностей сделать серый пластик красивым и приятным глазу. Как известно, покрашенными миниатюрами играть не грешно. И The Station предлагает сразу несколько игр-репортов. Первый — Майлсторм на 2000 очков между Демонами Хаоса и Некронами. Заклюет ли Сизый Птиц металлических истуканов? Интрига. Для тех, кто по объективным причинам не попал на турнир по веку Сигмара, подойдет репорт по игре между Армиями Драконов Порядка и Нежитью на 1250 очков. А вот если армию свою вы еще не собрали и нервно засматриваетесь на стройные ряды полков Имперской Гвардии, то в помощь вам будет выпуск о том, как собрать себе небольшую ЧВК на 750 очков и с низкого старта ворваться в мету. А для бывалых и убеленных сединами ветеранов пластиковых армий подойдут аналитические выпуски. Как по Вархаммер 40 тысяч, где в двух частях завершается рассмотрение Кодекса Темных Ангелов, так и по Age of Sigmar, где препарируется тоже в двух частях свежий Моготкин Нургла. И только после всего этого можно расслабиться и возлечь на ложе, готовясь к новой неделе. Не забыв при этом подписаться на сайт, канал и легкой рукой нажать кнопку «Нравится» и поделиться с друзьями. А на сегодня все. И если вы еще не подписались на сайт или канал, обязательно восполните этот пробел в своей жизни. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok